чё обиделся в бежал привет когда когда-то был о чем поговорить это не о чем и этого алкоголь ну скипать это да если ни о чем не хочет это алкоголь как относится к с одной стороны нейтрально с одной стороны негативно нейтрально потому что это прошлое негативно потому что из-за того что происходило там тоталитарный режим я не очень сторонник этого всего время такое было британии не буду жалитарного режима во франции не вот британии в америка не было тоталитарного режима тоже другой случай это англосаксы и что а германии был тоталитарный режим при германии был так избирали манишь как бы и поэтому последствия были гитлер же формально пришел к власти да правильно нет его народ избрал долги туда народ избрал почему долгой на юридическом а была либеральная система германии германии гитлера юридически избрали все было законно и все государства признали гитлера как главу государства даже были договора у различных стран даже самая королева британии кидала зигу когда он приезжал к честь и уважение от нему потому как он напал на европу добыл чимберлен который хотел в мире запрещать с гитлером поэтому все легально было неформально полноценно полноценный правитель был нелегально то же самое как и призывал смысле нелегально легально легально все я не говорю что нелегально до гитлера кстати была либеральная партия они же разочаровались либерализме по сути из-за того что как он спасать и пришел к ним вот и моя опасность либерализма демократии в том что есть свобода какая и после свободы может какой-то человек прийти и там фашистом бой быть или нацистом быть или так у вас по факту фашистское государство объяснишь такой фашизм ущемление про про 14 пунктов не говорим ущемление прав людей создание идола победы и так далее ущемление ущемление других на ущемление других наций определенного типа плюс к плюс ко всему у вас большинство не считает украинцев какой-либо полноценным они разговаривают со мной полноценным государством и так далее где вы не будешь меня перебивать не буду я тебя перебивать ты закончил общаться эти задаю вопрос ты одновременно со мной говорил ну ладно ну ладно как ущемляют других наций в россии и чем здесь россия не дают им работу ну давай с воды примеру у вас в москве есть отдельно было такой отдельный период когда в яндекс тассе было отдельно это код кнопочка славянская нас внешность это ущемление заведомо объясняю объясняю смотри когда у вас есть я объясняю что ты спасет очень меня да когда у вас и присутствует функция в службе обслуживание который ты можешь выбрать это который ты можешь выбрать что тебя будет обслуживать кто-то неважно кто либо конкретно славянин да это ущемление когда у вас сдаются вам у вас то же самое москве к примеру так кладезь кладезь славянизма те же самые со стороны государства кто говорит про государство ну ты говоришь фашистках государств но до про ущемление государства со стороны общинининг Hyena не русской национальной со стороны людей на падение на ал 필요ла я услышу нападение на украина хорошо ходишь чисто по государству нападение на украину это ущемление прав не русских конечно падение на украине конечно сша фашистской государств нет а чего они нападали на ирак резолюция он не неправда правда что происходило в ураке к зале целом под каким поводом напал бушу на ирак ну когда он поддержала не поддержал держал ты скажи под каким поводом буш выступали за лице поддержал подержал и не и объявил войну поддержала держала ты не знаешь историю рака я знаю история рака ты знаешь так еще раз мы смотрим смотри наш свой разговор сейчас мост наш твой разговор заключается в том что задаешь вопросы игнорирует то что была резолюция он не было было ты немножко путаешь момент фаты ты немножко ты немножко путаешь там момент впоследствии уже после определенных действий отсутствовала резолюция по поводу введения тех же самых миротворческих войск до этой резолюцию он не поддержалась а вот по поводу введения войск в то же самый ирак резолюция была изначально значит ты путаешь моменты из был такой повод не важно какой не важно как есть не важно какой повод был если же на неважно какой повод суть вопроса была в том была резолюция или нет по поводу миротворческих войск резолюция небо поводу ввода военного контингента изначально резолюция было не было резолюции было ну что они ты врешь акту ты врешь хватит подожди подожди не перебрешь я хочу раз полностью свою мысль а давай значит было ты был такой повод когда буш говорил что нашли биологическое оружие в ираке который может там я держать хусейн значит для своих целей они вошли туда и обнаружили даже он было расследование что не было никакого биологического оружия ничего там не было в раке формально просто они напали из-за того что хусейн не делился с деньгами сша из-за нефти не продавала нет вот и все то есть там большие были акционеры американской западной части когда они покупали нефть фактически забирали из-за этого он напал и убрал хусейн и теперь ирак стабильно такая же государство какая была раньше при соединенных штатах которые не большое влияние имели когда зашли в ирак полностью природные ресурсы ирака принадлежат соединенным что когда ирак когда ой ты моя лапочка звук выключаете тоже будут теперь еще раз вопрос задаю я тебе задаю вопрос я тебе вопрос задаю когда ирак сша первый раз зашла в ирак вся звука тебе выключу можешь не перебивать меня ты ж не выключал когда сша первый раз зашла в ирак была резолюцион ну под каким поводом они когда нет еще раз вопрос конкретно задается когда когда сша зашла в ирак было резолюцион я по твоему смотри я по твоему мотри ты можешь говорить что угодно я потому принципу сейчас буду действовать точно так же когда буду задать вопрос буду включать звук не буду тебя слышать еще раз повторю вопрос когда сша зашла в ирак была резолюцию это уже другой вопрос это уже другой вопрос правда неправда подтверждена не подтверждены след нужно другой вопрос изначально твой тезис заключался в том что резолюция не было формально тебя обманула и я тебе это уже совершенно неважно по факту идет следующее то что сша я с тебя не слушаю сша зашла в ирак под резолюцию он то что это потом не подтвердилось это абсолютно другой вопрос абсолютно другой теперь можешь говорить я говорю почему сша можно вторгаться и убивать тысячу арабов арси нельзя сколько как сколько территорий было захвачено за последние 30 лет каким-либо государством последние 30 лет никакие суть фашизма создается в том просто зайти в государство по каким-либо предлогам либо захватить территорию да нет я не согласен ношу итальянцы не захватывали территории нацисты не захватывали территорию японцы захватывали территорию кто из государства какое из государства последние 30 лет захватывал какую-либо территорию, назови мне это государство. Была Римская империя, которой полкарта у них была. За последние 30 лет. Какое из государств? Я не говорю про прошлое. Причем здесь Римская империя? Смотри, самое главное. Выключаю. Не слушаю тебя. Причем здесь Римская империя? Причем здесь то, что было тысячи лет тому назад? Я задал тебе конкретный вопрос, которого жду ответа. Ты в прошлый раз очень долго отвечал на мой вопрос. Теперь задаю тебе точно такой же вопрос, на который будешь дать ответа. За последние 30 лет. Какое из государств что-либо захватило? Какую-либо территорию присоединили себя? Причем тут это? Мы про фашизм говорим с тобой. Я жду ответа. Ты говоришь, что какое-то государство какое из государств что-либо захватило за последние 30 лет? Давай я скажу. Азербайджан, Карабах себе забрала. Не забирал. А нас фашистское государство? Не забирал. А что она сделала? А что она сделала? Карабах изначально на Азербайджан. Ну, Крым изначально Россия. Нет. Почему? Почему Карабах азербайджанский, а Крым не российский? Могу ответить на очень простой вопрос. Не веди себя как долбоеб. Ну, серьезно. Крым является территорией Украины и в соответствии с этим по всем международным договоренностям так. То же самое с Нагорным Карабахом. Нагорный Карабах в каком-то понимании для кого ли, для Армении и Азербайджана является спорной территорией. Но по признании всего мирового сообщества Нагорный Карабах это является территорией Азербайджана. Не согласен. Там очень много армян живут. И что? Почему не армянский, а азербайджанский? Объясни, я не понял. Как вообще, когда началась вообще конфликт за Нагорный Карабах? Еще при Советском Союзе. Да. Территорией какого государства он был? Республики, давай так, республики. Средский Союз не был государством. По сути, они не интересовали там территории, из-за этого все войны сейчас происходят. Средский Союз не был государством. Давай скажем так. В Российской империи какие территории входили в Украинский? Не интересует мне Российская империя. Мы говорим, не интересуется. Сейчас не интересует никого Российская империя. Российская империя это государство, которое распалось. Мы сейчас говорим конкретно про Нагорный Карабах. И мы подняли тему того, чей Нагорный Карабах. Нагорный Карабах это территория Азербайджана. Так как это является территорией Азербайджана. То, что армяне там решили эту территорию себе поджать, это совершенно другой разговор. Они попытались, у них это не получилось. Азербайджан возвращает себе свои территории. Все. если эта территория азербайджана почему там армяне только живут скажи еще раз смотри так банально тот же самый крым коренной народ является турки татары татар татар турки почему там живут русские украинцы почему живут но сейчас уже русские почему живут русские украинцы на территории это так ну потому что забрали у турции эту территорию и заселяли русскими то что земля была очень плодородная очень стратегически важно и поэтому русские со всего всей российской империи съезжались и жили в этих в эту территорию я понял тоже поэтому она российская то есть по этой причине сейчас просто хрущев по этой причине по этой причине сейчас я могу заявить что белгородская область является украиной потому что 70 процентов этнических проживает украину верно крым украинский по этой же самой логике я могу заявить что белгородская область является украины потому что 70% населения там этнические украинцы не согласен если спросить их они все там русские не согласен как определить ее русский украинец проводился этническая перепис населения и там определенного что 70 процентов белгородской области это украинцы больше чем больше всего русских поживают тоже самым белгороде но остальная область это преимущественно именно украинцы и тем же самым на приграничных территориях там его даже разговаривают не на суржики на украинском языке ваше перераз это ваша перевязь населения у вас 10 миллионов украинцев у вас 10 миллионов украинцев проживать на территории россии и что ничего давай все территории которых у вас проживает большее количество украинцев запишем как украинская территория как как что такая нация как русские украине появились о смотри маленький эксус истории те будет очень интересная как раз поэтому спец вообще тебе нужно прочитать лекции полу того как происходит такое понятие как это как он формируется это очень долгий момент сошлемся изначально я тебя часть не слушает и же звук не выключаешь поэтому слушай меня изначально вообще если сослаться на самом ближайшее источник которым ты можешь доверять это большая советская циклопедия там черным по белому написано это такой этнос как русские такой этнос как украинцы сформировались 14 веке начинали начали полноценно формироваться дальше идем по пунктам как вообще формируется этнос есть народная община которая что-то связывает которая общается примерно в одном языке и соответственно поскольку они рядом у них формируется свое образно такой культуры это сформируется когда есть полноценная культура формировался то же самое русские сдать действительно 14 века как как считается но окончательно сформировался он ближе где-то девятнадцатому к восемнадцатому украинские от нас есть обратить внимание те же самые стихии украинские письменность то же самое там народную одежду то есть этнос это когда что-то общее то есть народная одежда примеру вышиванки калятки язык там живопись то есть это все является категории это со тысячи к этому относится то он является этническим украинцам логично русские у вас банально вы его практически убили то есть у вас как будто зарождение было тех же самых косовородок которые потом отошли в мире но и потому что у вас это типа считается не этим вот так это и формируется само название да она постоянно меняется банально те же самые французы до определенного века не знаю что они французы это нормально ну если вкратце тебе чтобы ты как-то что-то там подумала где-то там что-то почитал ты можешь тебе достаточно смотри я кратко сказать были племена правильно и эти племена внезапно начали себя чувствовать украинцами русскими с ней рак сказать да нет почему нет это называется не как сказать а тупо сказать есть родница между краткостью и тупости были племена и секр если совсем кратко тебе сказать и были племена которые начали формироваться отдельно все и которые стали объединяться в одной птического общину и а этническая община это когда есть общая культура есть общий язык есть общая живопись общая поэзия общие одежды какие-то общие музыкальные инструменты общая кухня общий стиль а общий стиль жизни так тогда скажи пожалуйста это банана из того же самого примеру казаков основали тюрки изначально украины казаки были тюрками но тем не менее они тоже отчитаются теперь украинцами потому что они очень сильно ассимилировались с русинами обрусевшие скажу почему восточная часть украины почти вся восточная часть украины русскоязычные не украины язычные а это нужно это нужно обратить внимание примеру то же самое перепись населения российской империи которая была в конце 20 века обратить внимание что большая часть даже на территории тоже само донбасс разговаривал украинском языке потом произошел то же самое октябрьская революция красный террор массовое переселение народов есть не очень любится я когда-то читал лекцию полу того что такая ассимиляция в стире советского союза это кратко с на самом деле лекция возьму маленький тебе фрагмент с этого пример возьмем семью она же проживает каркасской области на украиноязычной все так все сидела все нормально берется эта семья переселяется примеру куда-то там в казахстан который уже при советском союзе давай тогда расскажу берется семья яка переселяется в казахстан батько дитям розповидаю что вот мы украинцы после этого у этих детей являются их дети и они же поведают что им батько розповидают что они являются украинцами что они являются украинцами и уже потом дети этих детей рассказывают что у них был дедусь украинцем и кем они становятся потому что колись дедусь был якийсь украинцем они становятся русскими а до цего они встигли побратиметесь там не знаю с казахами с азербайджанцами с вирменами с будь ким и то то и вся ця каша яка смолювалася яку цю кашу цю зварили вона притворюю українця казаха якута вірмена грузина азербайджанця в русского вот так це відбувається оце называется асимиляция в стиле радянского союза всем дякую а мы продолжаем а